Сегодня у нас в рамках молодежной конференции РЕС-17 есть уникальная возможность пообщаться с нашим гостем Алексеем Романовым, молодежным пастором Церкви Слово Жизни города Москва. Алексей большое спасибо, что ты уделил время и к нам приехал и служишь, и также можем записать это видео для нашей церкви и для молодежи. И вот первый вопрос, который хотелось бы тебе задать. Вот все знают, что ты являешься молодежным пастором в Москве в Слово Жизни, но вот, например, уже подростки и ранние молодежь не знают, что ты, оказывается, не коренной москвич. Вот мог бы ты сказать, как вообще ты стал молодежным пастором столицы нашей страны и вообще откуда ты, как вообще это произошло? Коренным москвичом, наверное, я не знаю, что нужно, чтобы произошло, чтобы стать, но почти 14 лет мы живем в Москве вместе с семьей. Я родился сам в Копейске, это недалеко от Челябинска, и в 2003 году... Ты тоже с Урала, получается? Да, я уральский, только я из такой, как чугунной Флоренции России, да, а Екатеринбург, это такая культурная столица Урала, да, и мы в 2003 году переехали с семьей Москву просто по зову сердца, по какому-то откровению. Никто нас не приглашал, не звал, и мы решили тогда служить в Церкви Слово Жизни Москва, и через какое-то время стали служить полное время, и теперь вот на протяжении, получается, уже 14 лет молодежный пастор в Москве и 5 еще в Челябинске. Скажи, пожалуйста, вот, то есть ты уже молодежный пастор, а вот в своей, вот в первой поместной церкви, вот какое вот твое было первое служение, и как ты вообще решил начать служить? Я вообще люблю об этом рассказывать. Я пришел в воскресенье, когда покаялся, и думаю, я хочу служить Богу, ну, не больше я понимал, что назад мне вернуться нельзя, и надо должен делать что-то впереди, и тогда первое мое служение было, я отвечал за ведра для пожертвований и для стакан для кафедры, и мне нужно было их, мы тогда купили наше здание, оно было такое маленькое, это бывшая наркология, мне нужно было оттуда, в ДК, где проходило собрание, это все дело перевезти, и потом после собрания это нужно было отвезти обратно. Вот такое было служение мне. Понятно. Еще вот тоже такой вот вопрос, в каждой, я думаю, церкви, ну, не только в Екатеринбурге, я думаю, и в других, есть вот ребята среди молодежи, которые вот приходят, может, чуть-чуть попозже, уходят пораньше собрания, сидят на задних рядах, и им говорят, вот, ну, ты приходишь, сидишь, может быть, ну, начать служить, и они так на тебя смотрят, и ты по их выражению лица понимаешь, что они хотят тебя процитировать слова Иисуса Христа из Евангелия Иоанна, что, ну, не жена, конечно, ну, не настал мой час еще, да, вот, как вот, что можно сказать вот таким вот ребятам, которые вот не служат и вот пока вот не чувствуют такой зов в сердце? Я думаю, что те, которые сидят на последнем ряду в церкви, они вряд ли процитируют слова Иоанна, они просто не знают их, но я обычно мотивирую или как вдохновляю молодежь, не надо сидеть на последнем ряду, потому что на последнем ряду в церкви то же самое, что на последнем ряду в кинотеатре, вот оно происходит, люди шумят, целуются, что-то еще творят, да, я рекомендую, что идите вперед, потому что там больше ты чувствуешь вызовы, там ты, ну, как-то по-другому все это дело воспринимаешь, я всегда об этом говорю, что для того, чтобы сохранить свою христианскую веру, тебе надо начать служить, что-то надо начать делать в церкви, неважно что, вот как я отвечал там за ведра, за стаканы, до сих пор днесут много разных служений, ответственностей, любое, но вот это даже малое служение в церкви поможет тебе еще ближе узнать Бога. Я так уверен, что многие христиане остались верующими только потому, что они где-то служили, у них была причина, почему пойти в воскресенье, и вот в этой причине Господь коснулся, их затронул, дал им слово, и что-то случилось в их жизни, а если бы они не пришли, вряд ли бы Бог затронул их, поэтому иногда вот то, что мы вынуждены пойти в церковь и что-то делать, но пасторам вообще нельзя в церковь не прийти, да, и поэтому иногда вот Господь так действует в нашей жизни. Ну, Яков много об этом говорит, что вера без дел мертва, и надо активировать свою христианскую веру, поэтому каждый должен служить, каждый что-то может делать в церкви. А скажи, пожалуйста, может быть, ты дашь какой-то совет вот лидерам разных служений, может быть, даже молодежным пасторам, потому что часто говорят вот иногда лидеры служений в разных церквях, что, например, у нас вот никто не хочет служить, некому служить, и он там сам бегает, все как бы приезжает, разгружает и так далее, вот никому ничего не надо, вот что ты скажешь вот таким, как вот замотивировать? Такой любимый вопрос, наверное, да, вот везде задают его. Ты знаешь, я в нашей церкви вообще с этим не сталкиваюсь. Я думаю, две причины здесь. Первая, ты должен сам гореть, во-вторых, ты должен делегировать. То есть, что мне нравится делать, это я сам люблю делать любые вещи, которые происходят в молодежном служении. У нас есть такая коронная ночь перед молодежной конференцией, когда я вместе с молодежью ставлю сцену, ставлю аппаратуру, делаю все декорации, и молодежь, которая приходит служить, им хочется вместе со мной что-то делать. Они вряд ли бы хотели, чтобы пришли в молодежный офис, я им дал команду задания, что-то делать, и они пошли что-то делать, потом пришли и сказали, что нам еще делать. Им хочется вместе со мной что-то делать, поэтому я смело вовлекаюсь во все процессы, им нравится общаться со мной или со всей командой, мы вместе делаем какие-то вещи. И вот страсть должна гореть в тебе. Если в тебе огонь горит, он будет передаваться на других людей. Чаще всего огонь не передается, если его нет куда взять. То есть, если ты сам не горишь, если в тебе нет вот этой как бы жилы, страсти, желания, мечтания, стремления, то есть, если ты сам с 10 будильника просыпаешься, вряд ли кто-то другой раньше проснется. Поэтому все начинается с тебя, и тебе нужно делегировать, доверять людям, и тогда все пойдет. То есть, какая-то такая известная картинка в интернете, где лидер вместе в упряжке со всеми тянет, а не сидит в карете. Абсолютно. Я обожаю. Знаешь, я когда смотрю, допустим, молодежь говорит, ну мы заняты. Допустим, да, вот мне говорят, ну я тоже занятый, но я могу почему-то сделать. Если я могу, значит, они тоже могут. Своим личным примером, да? Абсолютно. По-другому никак. То есть, если бы хотелось, было время, когда вдохновляли какие-то западные, европейские примеры. Сейчас это не катит, сейчас должен быть твой пример. И вот если твой пример есть, тогда будет все в порядке. Я спросил у одного своего друга, бизнесмена, я говорю, скажи, а можно ли так настроить бизнес, чтобы больше никогда в него не вникать? И вот он работал бы. Он говорит, невозможно. Я так понял, что в служении в церкви так же. То есть, ты никогда не настроишь так, чтобы больше не вникать никогда туда. Ты должен быть везде. Я встречаюсь с службой порядка, встречаюсь с прославлениями, с разными другими командами. Я только пить не могу, остальное все могу делать в церкви. Хорошо. Может быть, еще вот, мог бы сказать вот так же, совет вот для ребят. Еще есть тоже такая вот, наверное, такие вот ребята в церкви, которые уже, может быть, начинали служить, но произошел уже какой-то конфликт в служении или, например, какая-то обида и так далее. И когда к ним подходят, говорят, ну, давай служить. Они говорят, ты знаешь, как у нас наш один брат говорит, знаем, плавали, летали. Больше мне как бы, больше я туда не ногой. Ты знаешь, я думаю, что вот обиды, они такие и разрушают человека. То есть, здесь все происходит от обратного. А что человек хочет в будущем? Если он будет обижаться, он будет вот таким вот логичным, да, или как прагматичным, или таким продуманным, это разрушит его жизнь. Иосиф был простым парнем, его продали. Никого из тех, кто, вот ты говоришь, там, они не хотят служить больше, не продавали в рабство. Да, его продали, но сердце его осталось правильным. Мне понравилось, как однажды сказал Т.Е.Д.Д.Д.Х. Так вот спросили, а вот я в церковь пришел, и меня там используют. Он говорит, так я для того туда и пришел, чтобы меня там использовали. Я в Твиттере написал там много лет назад, я говорю, вот у меня такое чувство, что Бог меня взял использовать. И вот я реально себя чувствую надоиспользованным, ну, то есть, уставшим, измученным. Но так я для этого это и нужен. И вот мы-то являемся той самой, как бы, я не знаю, плитой, перекрытия, или чем-то таким вот мостом между людьми, когда нас обижают, но мы не обижаемся. Когда нас предают, но мы не предаем. Когда нас обманывают, но мы поступаем по-другому. Вот в этом и суть служения. Поэтому, если вы где-то разочаровались, или с вами где-то поступили неправильно. Я помню, когда первый раз что-то украли в моей жизни, так это было в церкви. Куртку кожаную. А через виндель украли костюм. Я думаю, никогда в жизни нигде ничего не крали, а потом в церкви украли. И никогда не обижайся. Если происходило что-то даже неправильное, или ты видел что-то неправильное в жизни, там, служители, бывают такие моменты. Пускай никак не разочарует тебя это. Смотри на Господа, служи Ему, и Он обязательно поднимет тебя. То есть жить по принципу матери Терезы, да, которую она прописала. Да. Да, ну и сразу же отсюда вытекает следующий вопрос. Вы знаете, когда начинает молодежь служить в церкви, то как бы есть такая тенденция, что тот, кто начинает служить, он обычно активно служит. А тот, кто тебя обычно либо не служит, либо так, как говорят, шатковалка. И вот возникает такая проблема. Вот человек загорелся, начинает служить, и тут же там служба порядка. Если там может петь, то ты в прославлении, он туда-сюда как бы бегает, везде участвует. И потом, кстати, как бы начинаются такие моменты, что, например, с учебой проблемы, небольшой завал, потом там родители начинают напрягаться, он там все время пропадает. Потом в разных служениях на чеках, вроде бы он везде все обещает, а как бы не успевает везде. Он говорит, ну как, я же пытаюсь максимально быть эффективным для Бога. Вот если на тебя посмотреть, ты, я вот недавно специально перед конференцией твою проповедь просмотрел, и ты говоришь, я занимаюсь каждый день по 3-4 раза спортом, пишешь книги, везде ездишь. И вот ты вот человек, который все успеваешь, и еще у тебя дети есть, жена, да? Вот что бы ты дал бы таким вот ребятам, какой бы совет, чтобы они бы и служили, и при этом и с родителями бы не было напрягов. То есть не то, что мама, отстань, у меня служение там. И лидеров не подводить своих, когда они как бы обижаются. Ты почему не послужил? А я в другом служении. Как вот все успеть и быть везде эффективным? Я думаю, что во всем должен быть баланс. Баланс семейный. Знаете, было такое время, когда люди говорили, Бог на первом месте, семья на втором, служение на третьем. Я вот это никогда не понимал, думаю, как это все сделать? Ну то есть Бог везде на первом месте. Ну то есть нельзя сказать, что он тут на первом месте, тут на втором. Я думаю, что должен быть баланс во всем, здравость должна быть. То есть я не могу жертвовать семьей ради служения. Допустим, у меня был вот такой прямой пример. Сегодня у нас еще суббота. В среду я шел домой вечером, в 10 часов вечера ко мне позвонил один парень и сказал, нам надо с тобой встретиться, поговорить. Я говорю, я не могу. Я в 6 утра, у меня была первая встреча, сейчас в 10 часов вечера. Я иду к семье и к детям. Чувак, подожди, мы с тобой потом поговорим. Ну или давай по телефону обсудим, или скажи, что нужно сделать. Но я не буду сейчас с тобой встречаться, потому что меня ждут мои дети. И вот очень важно нам, чтобы не ударяться в одну сторону, в крайность и с другой. Нужда всегда большая. Мы должны увидеть, что мы всему миру, наверное, не сможем помочь. Да, вот в плане, если честно, взять, посмотреть на эти вещи. Но я понимаю, что я не могу пожертвовать своей семьей. Я не могу пожертвовать, если я только занимаюсь спортом, если только занимаюсь семьей, занимаюсь служением, но при этом не молюсь, не читаю, не размышляю над Библией, какой смысл-то во всем этом деле. Поэтому я должен найти баланс в своей жизни. Четыре раза в неделю спортом занимаюсь, стараюсь один вечер обязательно... Четыре раза в неделю? Да, не в день, да, ты сказал. Потому что я услышу, может быть, или я неправильно услышал. Три-четыре раза в неделю. Один вечер мы стараемся с женой вместе где-то быть в кафе или в ресторане. Один день у нас в понедельник есть на отдых, когда мы вместе ничего не делаем. У меня даже на телефон e-mail не приходит, я отключил все уведомления. Два-три вечера мы находимся с детьми. Если я вечером не был дома, детей не уложил спать, тогда я утром их подниму, сварю мкашу, сам позабочусь о них. Ну, то есть я нашел баланс во всем этом, как все правильно устроить. И вот в этом балансе легче жить. Я устаю очень много, но бывает так, что я понимаю, что сегодня, допустим, трудный день. Я только прилетел, сейчас много всего. Завтра трудный день, утром проповеду здесь, в церкви, вечером проповеду в Москве. Но я знаю, что понедельник будет выходной. И мне легко тогда. Никто не напрягается, все знают, что понедельник у нас будет выходной. И все. И поэтому я стараюсь себя балансировать какие-то вещи. И у нас с женой, как мы договорились, что есть времена, когда, ну, прям много работы. Там месяц, два, бывают такие в году по несколько штук. И тогда мы понимаем, ну, сейчас такое время, надо просто пройти его. Мне нравится, как пастор Мацулла говорит так, когда приходит жатва, тогда уже никто не спит. Вот тогда начинается работа, тогда все вместе. И поэтому у нас есть время отпусков, есть время, когда мы отдыхаем, есть время, когда мы вместе, есть время, когда мы с детьми. И все. Если ты все правильно распланировал, если у тебя есть характер для того, чтобы соблюдать разные вещи, а не просто, потому что много же людей, они попадают в канавы, когда они ничего не делают, но вроде бы занятые. Поэтому надо правильно, грамотно использовать время, и все. Ну, тогда, может быть, в продолжении этого твоего ответа и, наверное, уже последний вопрос. Вот сейчас у нас идет молодежная конференция, и приезжает много ребят. Я вот заметил такую тенденцию, уже вот восьмая конференция у нас, да, организовывая, что часто приезжают ребята с таким духовным голодом, с ожиданием, приезжают, загорается. После этого какое-то время проходит, ну, у каждого свой фитилек, кто-то там пару недель, кто-то пару месяцев. Не про всех, но просто вот для таких вот ребят. И потом начинают везде служить, приезжают, во все служения запишутся, начинают из церкви первые две недели. Вообще их никто нигде не видит, только в церкви ночуют, живут. И потом опять пропадают до следующей конференции. Вот, может быть, и ты поделишься, как вот ты на протяжении стольких лет горишь и не сгораешь. Вот как ребятам, которые вроде придут, ободрятся, вдохновятся, и потом опять вот такой духовный запой, и потом опять их нигде нет. Наша жизнь не должна строиться на эмоциях. Эмоции, они хорошо. То есть ты вот загорелся, пережил что-то, пошел куда-то, что-то начал делать. Но если ты дрова в костер подбрасывать не будешь, он рано или поздно потухнет. И вот мы должны понимать, что наше духовное состояние или наше служение, это не просто эмоционально. Почувствовал, почитал Библию, не почувствовал, не почитал, почувствовал, послужил. Если мы таким вот форматом двигаемся, тогда ничего не получится. Мы должны понимать, что каждый день идет борьба. И мы должны, ну не просто, ну это же из школы, я помню, приходил тренер по боксу и говорил, пойдемте в боксе. И мы все шли в бокс, две недели занимались боксом и все. Потом приходите в велосекцию. То есть это же не только вот с конференции, это в принципе жизнь человека. Эмоции угасают, да, или как жажда какая-то проходит. Это везде так происходит. Поэтому для нас необходимо ставить себе цели, бросать себе вызовы день за днем. Не важно, что мы чувствуем, важно делать правильные вещи. Я люблю делать какие-то вещи, договариваясь с кем-то. Допустим, мы пообещали кому-то что-то где-то вместе сделать, и тогда я точно это сделаю. Я часто прошу людей, чтобы их обещания не были только перед Богом. Потому что Бог не настолько реальный для человека, как человек, который находится рядом с ним. Если бы человек исполнил все обещания, которые дал бы Богу, представляешь, что случилось бы уже? Но ты Богу даешь обещания, и он же себя не спрашивает потом. Ты нестишь на собрании, и такой Бог тебе приходит и говорит, а где? И ты раз, такая, рука с неба, тебе хлоп пощечину, и думаешь, все, в следующий раз буду по-другому как-то себя вести. Но если я тебе пообещал, а как я им это не сделаю? Ты же меня спросишь, и получается как-то, ну, то есть становится такая ответственность за слова. Сейчас особенно в этом поколении или в этом возрасте, времени, люди перестали отвечать за свои слова, или как перестали нести ответственность за свои слова. Поэтому необходимо какие-то вещи бросать для себя, говорить с кем-то о ком-то, спроси мне через месяц, через два, через три. Мы бросаем много вызовов друг другу, кто что сделает, когда мы читаем Библию по плану, когда мы делаем общие посты или молитвы, и это как общая какая-то штука. Поэтому обольщаться в том, что через две недели после конференции, если ты не будешь подбрасывать дрова в огонь, он потухнет, точно потухнет. И каким бы ты сильным ни был, он все равно потухнет, поэтому это со всеми случается, но необходимо для себя решить. Допустим, у меня есть несколько таких принципов. Когда я ложусь спать, я читаю Библию. Последнее, что я открываю в своем телефоне, это Слово Божье. Все. То есть после Библии я не открываю больше Инстаграм. Это моя такая привычка. Я хочу так жить, хочу так действовать. Не всегда так получается, но в 90-х случаях так получается, в 90%. И вот здесь необходимо себе бросать какие-то вызовы, потому что с годами, ну это же как, когда мы взрослее становимся, это неизбежно. Если ты не будешь работать своим характером, ничего не получится. Большое спасибо тебе за все эти ответы. Я думаю, это будет большим благословением для всех, кто смотрел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok